Всем привет! Сегодня поговорим, поболтаем про Турцию, про менталитет. Вот сегодня мы поговорим про измены. Я очень часто это вижу в комментариях, пишут о том, что ой, да в Турции все изменяют, все гуляют, все очень плохо, никакой честности, верности не ждите. И, короче, все там очень плохо, все ужасно. Я сразу скажу, почему складывается такой где-то стереотип, а где-то правда. Я расскажу про отношение турок к изменам, к такому поведению. А почему, например, здесь, если мы, я не знаю, просто никакой статистики, да, но если мы предположим, что это здесь история популярная, то почему так происходит? На самом деле все очень крайне просто. И если понаблюдать, посмотреть мои видео, какие-то истории, понаблюдать других блогеров, не живя даже в Турции, в принципе, картинку 2 плюс 2 сложить можно догадаться, что как и происходит. Сама измена – это аиб. Аиб – это слово позор, это фу, это стыд. Позор и стыд, по сути, это слово и перевод. И изменять – это вообще плохо. Но в силу того, что очень многие люди здесь живут в подавлении эмоций, желаний, своих каких-то проявлений, своего поведения, и аиб, вот этот позор и оценка обществом очень важна. И люди многие, когда, знаете, отношения, скажем так, себя изживают, если они вообще по любви были изначально, не по, скажем так, договоренности какой-то, не по согласию родителей, наставлению выбору родителей. А если даже все было по любви, ну, знаете, у всех отношения идут, люди где-то не в одном направлении смотрят, кто-то развивается из партнеров, кто-то остается там же, где и был, пути дорожки расходятся. Но их удерживают в этих несчастливых уже на какой-то момент разошедшихся в этих браках. Аиб, осуждение, давление родителей, в принципе, сдерживание, они это не принято, непозволительно. Не потому что они очень сильно боятся, а как осудят, не все абсолютно, да. Но косо смотреть будут. Остаться разведенкой, со статусом разведенки с ребенком проблематично. Тебе придется работать больше, да, обеспечить, что-то крутиться, короче, напрягаться, да. Удобно остаться в браке, когда муж тебе больше заботится как-то финансово. И мужу, в свою очередь, развестись и остаться с голой задницей, когда у тебя отсутствуют деньги, имущество. И, там, не знаю, в 35-45 лет начинать все с чистого листа и отдать, там, например, половину или все вообще жене и ребенку или детям и так далее, тоже не хочется. Плюс у нас есть вот эта классная отговорка в этот момент, вот этот АИП, вот это ощущение позора, стыда, родители будут только скреплять. Я вообще не знаю родителей, я знаю, когда поддержат, наверное, когда бьют, когда физическое насилие есть. Есть такие родители, которые скажут, блин, все, заканчивайте историю, все, как бы это. Но я знаю миллион историй турецких семей, даже когда было какое-то домашнее физическое насилие, они говорят, ну, может быть, давайте подумаем, да, а давайте вы попробуйте еще, ну, давайте, там, дадим шанс. Ну, вот такое вот происходит, да, это частичка менталитета, воспитания, это во всех семьях, и в религиозных, и в светских, и так далее. Это такой лейтмотив в культуре этих людей. Поэтому про измены, что-то я так издалека, да, зашла, поэтому, когда говорят, он не изменяет, это плохо, да, оценка в обществе, это ужасно, это больно, это плохо. Но приемлемо и понятно, это не вызовет ни глаза на лоб, ни удивления огромного, а вызовет понимание, не поддержку, не путаем, а поймут его, поймут ее, и поймут эту ситуацию. Почему? Потому что она просто распространенная, потому что этого очень много. Потому что вместо того, чтобы развестись, освободить друг друга, быть свободными и пойти найти свое действительно реальное счастье, люди здесь скрепят этот брак и будут мучиться годами. Драться, ругаться, не общаться, жить разными семьями, на разных квартирах, на разъехаться, ну, блин, разводиться они не будут, как-то там юридически или что-то материальное в итоге делить. Для всех они как бы на праздниках, например, семейных появляются, как бы тип семья, кто там знает, как они вообще живут на самом деле, двойная такая жизнь получается. Соответственно, измены здесь, это они, есть хорошо, но неудивительно, но это, вот этот статус неудивленности дает ощущение какой-то принятости, естественности, тип, ну, понятно. Поэтому вы можете слышать, или вот такая есть фраза высказывания, турецкие мужчины гуляют, но женами со своими не разводятся. Вот он вывод, почему и откуда вся эта история растет, причины. И поэтому они могут вести какие-то игры в командировках, в отпусках, какими-то иностранками, чтобы как бы далеко, скажем так, за границей с Турцией. Поэтому очень многие изменяют, если у них есть возможность для путешествий или там для командировок, для работы в другой город или вообще в другую страну, назовем так, уехать. И у них вот это, вот знаете, двери загружились за спиной домашняя или там граница своей страны, ты куда-то уехал вовне. Это как вот, блин, дорвался. Они там гуляют, тусуются по клубам, женщины и вся вот эта история. Погуляли, погуляли и домой обратно вернулись в подавление, которое происходит. Поэтому, вот есть у меня кто смотрит, да, кто, например, встречается с замужними турками, ждут каких-то разводов или он по ушам ездит с чем-то разводами. Тогда я не говорю, что не разводятся, а разводятся. Все это зависит индивидуально от человека и ситуации. Разводы в Турции долгие, трудные. И чтобы турок развелся, он действительно, мне кажется, должен полюбить и влюбиться. И эта любовь должна нести ему какую-то поддержку, подпитку и силу, чтобы он пошел против своей семьи, договорился с ними и против своей супруги. Ну или супруга, там, да, ситуация какая. Почему? Потому что до появления вас в его жизни он мог это всегда сделать, но не делал. Знаете, у него есть страхи и какая-то выгода. Чтобы от этой выгоды отказаться наперекор этим страхам, пойти по бороть их, ему нужна какая-то сила, которой не было раньше. Я не согласна в корне с тем, что все турки или турчанки изменяют абсолютно не все. И я вообще замечу тенденцию, что вот это гуляние, двойственные игры, двойная там жизнь, семьи и так далее, это характерно для поколения еще моего возраста и постарше. Молодые сейчас, кто до 30 лет студенты, недавно закончили обучение, то есть это другая вообще, другое поколение людей, другое поколение воспитания турок, особенно светских, которые такие американизированные, европизированные, которые уже хотят поработать, заработать денег, посмотреть мир, чему-то научиться, онлайн-работа, удаленка, какие-то такие профессии. Вот это вот все, у них другая заточка уже у молодого вот этого поколения, до 30 в Турции. И про измены там другая история. Они более открытые, больше в лицо, выясняют там как-то отношения, они меньше боятся, у них меньше страхов и так далее. И, конечно, не про всех, я про общую массу. Там с вот этой, скажем так, с этим посвободней, по других взглядов история, других взглядов поведения, другие реакции идут. Посмотрим, это, конечно же, только годы десятилетия покажут, верна ли моя догадка и теория, что я здесь наблюдаю. Мне кажется, так и будет, скорее всего. Это пережитки и общество, и поколение переродятся просто, эти люди повзрослеют, немножко другое к этому отношение будет. Но если мы берем людей зашоренных, которые в своих вот этих взглядах, тесных связях с родителями и подчиняются, боятся с манипуляторами, воспитываются родителями и манипуляторами, конечно, они будут такими же, как родители, будут их бояться, будут повторять их действия, у них другого выбора нет и так далее. Конечно, все еще будет, но не в каких-то там, в крупных городах, конечно, этой истории поменьше. Так что слово «измена», оно плохое, здесь это не окей и не нормально, это не как выйти семечки пощелкать или покурить, да? Оно вообще, типа, о боже, шок, страх, если узнать, смотрите, сколько в новостях всяких видео. Женщины дерутся любовницу мужа где-то, она встретила, надавала ей, на мужа накинулась, муж поймал, вот была история, но не сейчас, давно, много лет назад, я помню, блин, в новостях в прямом эфире, там репортаж был, вот реально, я когда только переезжала сюда, мне муж показывал, рассказывал, я вообще, я была в шоке. Короче, муж проследил за женой, она ему изменялась, любовником, он их застал то ли в отеле, то ли где-то в центре в Стамбуле, короче, ну, у них дома по факту, не знаю, где это было, в отеле вроде каком-то. Короче, по улице бежала голая эта женщина, этот мужик без трусов, за ними ее муж там, орал, я вас всех поубью, а ну без оружия, Ну, с чем-то там, то ли с ножом, то ли с чем-то Он их гнал просто посреди бела дня по улице И случилось так, что тогда еще тут мобильники Вот это вот новостей, вот это всего онлайн Такого не было Тогда снимали какой-то сюжет, новости И там были люди с камерой Это все в прямом эфире засняли И в новости, короче, помню, пустили Я вот такая, я была в шоке, да Измена, она здесь тревожная, страшная Это не есть хорошо, это позор Это фустремно Но это принимают и понимают Потому что, типа, ну, а что, не разводиться же? Ну, а что, дети же есть там Не делить же все, ну, и пойдет, типа На это закрывают глаза Это не меняет отношения Оно не становится хорошим или приемлемым Но это, типа, понимание вызывает И, типа, ну, окей Ну, ладно И очень часто здесь история Здесь не любят выносить ссор из избыта А это тоже позор Поэтому делают вид, что моя хата с краю Всегда не замечают, это они сами разберутся Это их дело и так далее То есть это не обсуждается В поле каком-то Если будут разводиться Здесь мало кто будет нести транспарант Над собой Мне муж изменил Поэтому мы разводимся, да Или он Мне жена изменила Это стрёмно Это стрёмно Но они это делают Вот так Но я опять скажу Не все Не для всех это окей Не для всех нормально Это зависит от людей От воспитания От семьи От многих факторов Ну и от любви, конечно Когда всё хорошо в отношениях Тогда не изменяют Нет же этого просто пожелания Когда твои все потребности удовлетворяются С человеком, которого ты любишь Вот и всё Что вы думаете на эту тему? Интересно почитать в комментариях Пишите В инфобоксе под видео ссылка На телеграм-канал самых свежих новостей из Турции Подпишитесь обязательно Чтобы быть в курсе, что здесь в стране происходит И в инфобоксе под видео Моя почта Если вам нужна моя индивидуальная консультация психологическая Пишите на почту Тема письма консультация Если вам хочется отправить вашу историю Анонимную для публикации И видео ответа на канале Пожалуйста, пишите Но не рассылайте всем блогерам Если вы выбрали меня То присылайте Не хочу повторяться И зачитывать в эфире то Что где-то уже освещалось На других YouTube-каналах Спасибо за ваше внимание Жду ваших комментариев Подписывайтесь Скоро увидимся Всем пока